Андре Ланской, один из самых ярких художников русской эмиграции. Первые его французские работы, уличные сценки и пейзажи Монтпарнаса, более поздние эскизы к гобеленам и иллюстрации к произведениям Гоголя, а также полотна в стиле лирической абстракции, в мире известны очень хорошо. А вот в России путь его живописи к зрителю только начинается. Вслед за музеем изобразительных искусств и русским музеем, где прошли персональные выставки мастера, ретроспективу его работ представляет столичная галерея Эрмитаж. Одну из первых экспозиции осмотрела Людмила Солнышкина. Родился в России, стал художником во Франции. Так сложилась судьба Андрея Ланского. После революции он переехал в Киев, где посещал мастерскую Александр Экстер. От того раннего периода ничего не уцелело. Кумиром художника стал Кандинский, с которым он познакомился уже в Париже. Под его влиянием Ланской стал отходить от фигуративного искусства. Его заинтересовал свет, который стал главным связующим элементом картины. Он создавал ритм, диктовал композицию. Большое значение Ланской уделял также цвету. Несмотря на то, что он очень насыщенный агамма, он очень много экспериментировал с сочетаниями цветов, ему удавалось все время оставаться удивительно гармоничным. Именно благодаря вот этому сочетанию цвета-света. Андрей Ланской начинал писать картины всегда с натуры, но потом он давал волю своему воображению. Так что от первоначального замысла мало что оставалось. Но и полностью абстрактными его картины не становились. В них угадывались реальные фигуры и предметы. В наше время у Андрея Ланского появились подражатели. Его картины пытаются подделывать, но мало кому это удается. У художника была своеобразная техника. Когда он делал гуаши с черным фоном, он их обрабатывал точками, которые он делал гвоздем. Иногда он подписывал свои картины гвоздем. Ветер-конвоир, счастливый как облако, таинственное счастье. Эти поэтические названия художник сам придумывал для своих картин. Процесс работы проходил под музыку. Ланской предпочитал служить русские мелодии и фольклорные песни. Русский парижанин никогда не забывал о своих корнях. Он вспоминал красочные ярмарочные балаганы, посещение богемных артистических кабарей в Петрограде, привал комедиантов и бродячая собака. Его привлекала театральная среда. Мне кажется, он человек не совсем авангардного склада ума. Просто такое чувство, что вот его абстракции в какой-то момент впали в авангардную среду, в авангардный тренд. Это случилось, конечно, как раз в конце 40-х годов, когда абстракция стала каким-то, в общем, увлечением в Европе и абстрактный специалист в Америке. Ланской не только писал картины, он иллюстрировал книги, создавал мозаики и витражи. С возрастом его цвет становился все более ярким и насыщенным, а свет все более утонченным и воздушным. Кажется, что он просачивается сквозь палитру на зрителей. Людмила Солнышкина, Юлия Козюкова, Владимир Полонин, Служба информации и телеканала «Культура». Редактор субтитров А.Семкин